Добрый вечер, уважаемые телезрители, в эфире студия Вечерний Дмитров. Сегодня вторник, а это значит, что прямо сейчас на нашем телеканале вас ждет традиционный разговор в прямом эфире. На этот раз у нас в гостях военный комиссар сразу по трём городским округам. Это Михаил Алексеевич Путин, с которым мы поговорим о работе данного ведомства, но в условиях достаточно напряжённой геополитической обстановки. И поэтому, если у вас есть вопросы к нашему гостю, то звоните к нам по телефону 224-22-33, либо пишите в нашу группу ВКонтакте. Михаил Алексеевич, ну как известно, с 1 октября в нашей стране стартует осенний призыв в российскую армию, который продлится аж до 31 декабря. Вот какое плановое задание вам уже получено и в чём особенности, может быть, данного осеннего призыва? Плановое задание на призывную кампанию осень 2022 года на данный момент военным комиссариатам не получено, но могу заверить, что план на осень этого года будет не более, чем такой же план на осень прошлого года. И все разговоры о том, что в связи с увеличением численности вооружённых сил Российской Федерации на 500 тысяч норм призыва будут увеличены, на сегодняшний день не обоснованы. Отличия между призывной кампанией, ну новшество, да, которое у нас есть. Мы все слышали выступление президента, премьер-министра о том, что у нас специалисты IT будут освобождены от призыва вооружённой силы Российской Федерации. Но я хочу пояснить, что это специалисты IT с предприятий, по которым утверждён перечень. Согласно этого перечня на военный комиссариат приходит разнарядка, кого с каких предприятий не призывать. И мы этим людям автоматически даём отсрочку от призыва на военную службу. Каких-либо других существенных изменений в законодательной базе, касаемо осеннего призыва 2022 года, на сегодняшний день нет. А у нас такие предприятия есть уже, которые попадают под действие данного закона? В зоне ответственности военного комиссариата есть, но по Дмитровскому городскому округу на сегодняшний день у меня нет данных. Возможно, они появятся в ближайшее время, к 1 октября. Понятно. Но, а на ваш взгляд, за счёт чего тогда может быть увеличена численность армии? За счёт набора военнослужащих по контракту. То есть, контрактников в большей части. Да, не срочников, а именно по контрактной службе будут набирать людей. И срок службы контрактников также не меняется? Также не меняется. Первый контракт заключается на 3 года. Нет, я имею в виду, срочная служба не меняется. Срочная служба не меняется. Эти разговоры по поводу того, что срочная служба увеличится. Мы с вами вот уже 6 лет здесь. Прямо 6 лет все говорят, что до полутора лет всё это будет изменено. Понятно. Ну, а вот требования в части обязательной вакцинации от коронавируса есть? Или уже, может быть, послабление в этом вопросе есть? Ну, в комиссариате соблюдается мера, всё равно, по противодействию коронавирусной инфекции. Но каких-то требований на сегодняшний день к военнослужащим по призыву, которые пойдут на призывы, обязательной вакцинации, в военном комиссариате отсутствует. И раньше не было? И раньше не было. Приветствовалось, но не было. В любом случае, когда молодых людей, вот даже весенний призыв, отвозили в железнодорожный, это на сборный пункт Московской области, там у всех брали ПЦР-тесты. И, соответственно, если молодой человек показывал положительный, если тест показывал положительный результат, то вся эта группа снималась. И в течение 10 дней они находились на призывном изолировано. Но, к счастью, за всю призывную кампанию весной 2022 года, ни одного такого случая не было. Понятно. Но вот, возвращаясь к итогам весеннего призыва, плановые задания выполнили? Да, весенний призыв прошел, не скажу, чтобы совсем гладко, но плановое задание. Но весенний призыв мы выполнили и даже немного перевыполнили. Призыв прошел организованно хорошо, за что вот большое спасибо отделению призыва, военного комиссариата. Работы было очень много, работа очень сложная, девочки справились, они молодцы. Ну, в общем-то, да. Ну, то есть, во всех, ну, вы, в принципе, отвечаете за три муниципалитета, да? Везде плановые задания выполнили? Или, может быть, допустим, в Дубне не выполнили, а в Дмитрове перевыполнили? Ну, я скажу, что Дмитровский городской округ выполнил план призыва на 115%, что касается Дмитровского городского округа. Какие группы войск, рода войску были направлены? Ну, все как обычно. Основная масса призывников попала в сухопутные войска, части ракетные войска стратегического назначения. Ну, и в основном все в сухопутные войска попали. В Марфлот попало 6 человек, в ВДВ 2 человека с призыва, это вот и она в скидку. А так в МЧС даже один попал человек служить. Ну, понятно. Виктор Алексеевич, ну вот за 6 лет, как вы считаете, состояние здоровья наших призывников улучшается? Вот, то, что вы только пришли и сейчас. Или в целом также есть процент от сева? Ну, в Дмитровском городском округе особо без изменений. Я не вижу какой-то динамики улучшения или ухудшения. Идет ровно. А касается, допустим, городского округа Дубна, там увеличилось число больных на сегодня. Где-то процентов на 8 по сравнению с тем, что было 6 лет назад. А какие заболевания? Остоматические в основном. Остоматические, да? Хорошо. Ну, вот сейчас продолжение специальной военной операции. Вот какие-то изменения в части мобилизационной работы у вас есть? Нет каких-то изменений именно по мобилизационной работе. Нет, но военный комиссариат производит набор граждан, желающих заключить контракт. Причем для офицеров младшего офицерского состава это возраст до 40 лет. Для старшего офицерского состава это до 50 лет. А прапорщики солдат-сержанты могут заключить контракт в возрасте до 60 лет. Но у нас вот есть случай. У нас врач-хирург оформляем, ждем выписку из приказа. Ему 62 года, он изъявил желание попасть в зону именно на эту специальную операцию. Ну и люди идут, желающих достаточное количество. Ну, как бы мы отправляем, ну, не ежедневно, но два раза в неделю людей как бы возим. И есть разные направления для службы по контракту. Первое, это можно заключить контракт с частной военной компанией. Здесь возраст не ограничен и состояние здоровья тоже не играет никакой роли. Заключается напрямую договор или контракт именно с частной компанией. Далее, есть контракт с Министерством обороны сроком до 3 месяцев. И есть контракт с Министерством обороны сроком до 6 месяцев. До 6 месяцев контракт, это сейчас формируется части под эгидой губернатора Московской области. Если на 6 месяцев контракт заключается, там губернатор выплачивает подъемные 200 тысяч. Ну, по-первых, там были трудности с финансированием, пока это все налаживалось, отлаживалась система. Но сегодня как бы проблем нет. Ну, а вы можете озвучить цифру, сколько примерно представителей нашего округа сейчас участвует в специальной военной операции? Вы знаете, я сейчас назову цифру, а потом мне скажут, что я не тут цифру назвал. Но все зависит от должностного оклада, выполнения специальных задач. В любом случае, я еще раз про губернаторские скажу, что... Нет, сколько людей вы отправили. Людей? Да. Ну, эту цифру, я еще раз говорю, я не могу озвучивать эту цифру. Ну, она не секретна, но тем не менее, я бы не хотел ее озвучивать, потому что ситуации разные. Единственное, скажу, что... Но формирование добровольческого батальона в Московской области уже завершилось или еще продолжается? Один батальон сформировали, сейчас второй батальон формирует, потому что формируется корпус армейский, и, соответственно, за счет добровольцев Москвы, Московской области, и все желающие, как бы, если изъявляют желание, в течение дня мы оформляем документы все, и на следующий день отправляем. Причем отправляем туда транспортом Дмитровского городского округа, глава выделяет транспорт специальный, мы возим людей в Королев, в пункт отбора по контракту, и в этот же день они убывают в Мулино. В Мулино проходит боевое слаживание, и после, как бы, отправляются на выполнение боевых задач. Ну, то есть, вам неизвестно, сколько, к примеру, процессов подготовки идет, военной подготовки? Туда наверняка идут те люди, кто же, может быть, прошел горячие точки? Нет, нет, не обязательно. Нет, не только те, кто прошел горячие точки, а все желающие, кто служил в армии и годен по состоянию здоровья. У нас даже, ну, это я сейчас отдельно, срок подготовки на контракт на 6 месяцев составляет 2 месяца. 2 месяца находятся на боевом слаживании в Мулино, и через 2 месяца отправляются на выполнение специальной операции. Понятно, а те, кто на 3 месяца? Те, кто на 3 месяца, у них немного по-другому. Они, 2 недели у них идет первоначальная военная подготовка, если можно так сказать, и после этого они уже приступают непосредственно к боевым действиям. Ну, понятно. Ну, цифры вообще не можете озвучить по заработной плате какую-то? То есть, это же не бесплатные люди? Ну, смотрите, вот если губернаторский возьмем батальон, да, 200 тысяч подъемный, 100 тысяч первый месяц, ну, боевое слаживание, 100 тысяч второй месяц, боевое слаживание. Плюс доплата за заключение первого контракта и плюс подъемные получают они заключение первого контракта первый месяц. Ну, грубо. Потом, в зависимости от штатно-должностного оклада воинского звания, ну, я думаю, что вот здесь, не за ленточкой, где-то, ну, 150, 130-150, это вот первые 2 месяца они получат. А уже там за ленточкой, в зависимости, я еще раз говорю, от выполняемых задач, от воинской должности, от воинского звания. Ну, там, наверное, все-таки идут какие-то бонусы за подбитый танк или что-то, да, или как? Я не готов ответить на этот вопрос, потому что, понимаете, я сейчас озвучу, допустим, люди потом придут и спросят меня, почему так. Ну, специальные военные операции продолжили достаточно долго, среди Дмитровчана есть погибших, но я знаю лично одного, знал. Ну, вы знаете, как бы один у нас человек, причем очень грустно, что это военнослужащий, строящийся служба, мы все знаем об этом, да, Буров. На сегодняшний день официально заявляю, что из жителей Дмитровского городского округа, Талдомского городского округа и городского округа Дубна погиб один человек на выполнение этой спецоперации. И еще два человека погибли, они жили в других населенных пунктах нашей великой страны и могучей, но здесь живут, у одного отец жил, у другого, я сейчас не помню, по-моему, мать с отцом здесь живут, но они призывались и служили с других городов. В связи с тем, что согласно законодательству компенсацию за погибших получают все члены семьи, это мать, отец, супруга и дети, то мы были обязаны оповестить родителей, взять с них данные все, для того, чтобы родителям перечислили в равных долях эту компенсацию. Итак, на сегодняшний день официально погиб в зоне ответственности военного комиссариата городов Дмитров, Дубна и Талдом один военнослужащий. Вот, чтобы не изглазить. Хорошо, а вот вы говорите, три варианта есть набора по контракту, да? А вот частные военные компании, там как идет финансирование, то есть пользуются они теми же самыми льготами, что и идут от Министерства обороны? То есть государственные гарантии какие-то получают участники спецоперации? Здесь есть нюанс один, на самом деле, что с частной военной компанией есть проблема, потому что они в документах, в приказах своих указывают доброволец. Ну, доброволец Илонов, там доброволец Петров. Мы сейчас работаем, у нас ребята прибыли, которые подали заявку на получение удостоверения участник боевых действий. И для того, чтобы получить удостоверение участник боевых действий, прописано в законодательстве, что это должен быть военнослужащий. Мы сейчас ведем переписку с частной военной компанией, которая занималась, заключала договор с ними, чтобы они в приказах указывали военнослужащий, в скобочках доброволец. Мы направили сейчас запросы, если такие должны прийти ответы, и, соответственно, если будет военнослужащий, и все документы, положенные, что участвовал в боевых действиях, то получает звание участника боевых действий. И все, кто заключает контракт на сегодня на три месяца и на шесть месяцев, кроме частной военной компании, все получают преобращение, удостоверение участник боевых действий. В том числе те, кто, может быть, идут, ну, знаю, что есть же, нужны механики, то есть, ремонтируют технику, да? Нужны те же самые люди, которые обслуживают беспилотники. Они же, в принципе, в боевых действиях не участвуют, но, тем не менее, тоже получают удостоверение участника, да? В любом случае, сдается приказ командирам части, где указывается, участвовали они в боевых действиях или нет. На сегодняшний день у нас нет таких ребят, которые бы пришли, и в них не было указано, что они участвовали в боевых действиях. Потому что даже части, находящиеся в тылу, разведывательные диверсионные группы могут оказывать воздействие и ведут боевые действия, боевое охранение, я так считаю. Ну, в данный момент по контракту, какие специальности вам больше всего необходимы? То есть, есть же, наверное, какой-то? Танкисты, артиллеристы, гранатометчики, пулеметчики, снайпера. Ну, все мотострелковые специальности. То есть, и сколько, примерно, желающих уже? Ну, мы опять возвращаемся к вопросу о цифре, сколько желающих. Я могу сказать, что мы военный комиссариат, у нас 30 военных комиссариатов по Московской области, как бы не является лидером, но и не является отстающим. Мы где-то твердая середина по выполнению, скажем, поставок, ну, по количеству лиц. То есть, в наших округах нет лиц, которые равнодушны к этому, то есть, к событиям. Есть те, которые готовы и по идеологическим соображениям. И по идеологическим у нас есть люди, и финансово здесь, ну, у каждого своя история. Есть люди, которые, как бы, вроде соглашаются, потом отказываются, потом опять приходят, соглашаются, мы отправляем. Ну, по-разному. Ну, здесь еще очень немаловажный факт состояния здоровья, потому что есть случаи, когда человек скрывает, что у него язва, приезжает в Мулино, а там заявляет на медкомиссию, говорит, а у меня язва. И его отправляют оттуда назад. Есть такие случаи. Ну, сейчас гораздо все организованнее, в сравнении с тем, что было там первое время, у нас в комиссариате, как бы, работа ведется, мы держим связь со всеми отправленными, кого отправили, и при желании они могут позвонить, у нас прямая связь, если какие-то вопросы, вопросы очень быстро решаются. Военный комиссар Московской области посещал воинскую часть, формируемую в Мулино, тоже собирались с них проблемные вопросы, какие. Там есть вопросы, что карты банковские блокируются, там, за долги, еще за что-то. Ну, решали. Постепенно вопросы решаются. Но сотовые, услуги сотовой связи недоступны, да? То есть, все-таки не отключают? Здесь у нас, да, доступны. А там, за ленточкой, это проблемный вопрос, потому что по сотовой связи, вы знаете, что может артерия наводится. Но я говорю про то, что вот сейчас именно с этой стороны, с нашей стороны. Ну, а там, как вы узнаете о судьбе? То есть, есть все-таки стационарные телефоны? Нет, ребята возвращаются и уже рассказывают. В любом случае, вот, какой-то связи сейчас именно непосредственно с ребятами, которые участвуют в боевых действиях, непосредственно у нас нет. У нас есть связь. Это вот на момент формирования воинских частей, если возникают какие-то проблемы там с выплатами или еще с чем-то какие-то, то мы, соответственно, поддерживаем взаимосвязь. Ну, а уже есть, наверное, те, кто уже, например, три месяца там уже контракт... Есть вернувшиеся. Один есть у нас с ранениями вернулся, один с контузией вернулся. Как бы, ну, вот, опять же, чтобы не сглазить, на сегодняшний день... Ну, скажу так, всего комиссариатом отправлено более 60 человек на сегодня в зону боевых действий. Ну, и вот то, что я озвучил по погибшим и раненам на сегодня. Ну, военкомат же и раньше занимался служб по контракту, но в горячей точке за пределами нашей стороны. То есть, у нас же, по-моему, и в Ягославии были. Ну, я не застал. Не засталите именно, да. Ну, кроме этого, мы производим набор по контракту, конечно, и в части, которые не участвуют в боевых действиях. А также я хотел бы напомнить, что еще существует такая возможность, как заключить контракт на мобилизационный и людской резерв. Это в городе Тверь формируется полк мобилизационного и людского резерва. И изъявившие желания оформляются в военном комиссариате. И раз в месяц на три дня ездят на сборы туда, и раз в год сборы 28 дней. И денежное удовольствие при этом за год составляет, там, рядового состава порядка, я могу сейчас ошибиться, у меня цифры нет, порядка 130 тысяч. Ну, а какие функции этого? Ну, у них возложена основная задача. Это охрана важных военных и государственных объектов в случае объявления особого периода. То есть, территориальная оборона, да? Ну, да, территориальная оборона, это другое немножко, про это я вообще как бы не могу ничего рассказать сейчас. А это именно мобилизационный и людской резерв, именно для охраны важных военных и государственных объектов на территории Московской и сопредельных областей. Понятно. Михаил Васильевич, вот, возвращаясь к весеннюю призыву, в связи с тем, что идет СВО, были ли случаи, ну, как говорится, того, что уклонисты были ваши злостные? Уклонисты, они есть всегда, вне зависимости от того, есть СВО или нет. На сегодняшний день мы передали три дела в следственный отдел по уклонистам Дмитровского городского округа. И есть реальный шанс, как бы, привлечения к уголовной ответственности всех троих. Ведется очень плотная работа, за что спасибо руководителю следственного органа, всегда идут навстречу, оказывают содействие в истребовании документов, потому что там есть определенные нюансы. И проблем вообще никаких. Так же, как и нет проблем с МВД, с полицией, скажем так. Очень большую работу проводят по розыску уклоняющихся, по розыску, которые длительно уклоняются от прохождения военной службы. И любой вопрос, любая просьба ездят, выделяют сотрудников для оповещения граждан, скажем так, которых долго не получается оповестить. Определяют место жительства, уточняются. Но работа тоже и полиция. Понятно. Но вам приходилось общаться с такими ребятами, которые злостно уклоняются? То есть, с чем они мотивируют свои действия? Вы знаете, сейчас злостно уклоняться-то опасно, потому что получишь справку взамен военного билета, а потом будешь на работу устраиваться. У меня на сегодняшний день 8 дел в суде. Это люди, которые не согласны с решением призывной комиссии Дмитровского городского округа о признании их неслуживших в армии, не имея на то законных оснований. И такие граждане получают справку установленного образца. А работодатели не очень хотят брать людей с такой справкой на работу. Это первый момент. А второй момент, допустим, для поступления даже в полицию или в МЧС, нужен именно военный билет сейчас требуют, а со справкой уже не берут. Положено увольнять таких сотрудников, как бы есть у них справка взамен военного билета. И есть... А что они говорят? Они ничего не говорят. Они уклоняются и все. А вообще четко налажена связь с предприятиями, с крупными предприятиями, может быть, с мелкими предприятиями в части постановки на учет и информирования о том, что работает такой у вас с призывного возраста. То есть есть такая связь с предприятиями? Кадровые органы каждого предприятия при трудоустройстве работника или сотрудника обязаны оповестить военный комиссариат. Обязаны. Это их не обязанность. О том, что у них такой работник как бы прибыл. При этом они указывают воинскую специальность, номер военного билета, военно-четную специальность. И если молодой человек не имеет военного билета, то там пишется, подлежит призыву. И мы сразу это в отдельную картотеку у нас идет. То есть предприятие в этом вопросе законопослушно? Да, там штрафы такие вообще неподъемные от 300 тысяч. Поэтому проще сообщить, что есть такой человек. И, допустим, таким способом получается находить даже злостных уклонистов. Причем и в Москве. И, соответственно, как только мы получаем эти данные, мы пишем на руководителя предприятия требования и прикрепляем к требованию повестку, чтобы руководитель предприятия под роспись довел одни явки. И руководитель предприятия корешок с росписью нам уже присылает. Понятно. Михаил Васильевич, но не секрет, что в настоящее время в России достаточно много людей, которые приехали из стран ближнего зарубежья и со временем получают российские гражданства. Вот они потом обязаны отслужить российской армии, если они призывного возраста? Если призывного возраста, то обязаны служить. И они призываются. У нас есть такие граждане, которые призываются. Причем многие из них приходят сами, не дожидаясь, что мы их там вызывать будем. Но здесь такие миграционные дела. В основном они, допустим, мы сейчас возьмем Луганское и Донецкое народные республики. Ну, грубо. Они получают в основном паспорта в Ростовской области. Ну, я совсем сейчас грубо. Они паспорт в Ростовской получили, сюда приехали, здесь на учет стали. Они приходят для того, чтобы исполнить воинский долг. Это те, кто до 27 лет. Потому что понимают, что если они сейчас не исполнят, они получат справку в замену военного билета. Потом с работы будет тяжело. Тут вообще... Ну, это те, кто не служил, я имею в виду. Но есть у нас такие, да? Есть, у нас достаточное количество. Не могу сказать сейчас точную цифру, но люди такие есть. Есть и из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, повсюду есть. Даже из Сирии есть. Ну, есть люди. Понятно. Ну, давайте, может быть, я в очередной раз напомню нашим делителям, какие есть случаи отсрочки. То есть, какие варианты отсрочки от службы? Отсрочки подлежат люди, которые получают образование. Если молодой человек получает среднеспециальное образование, учится в колледже, соответственно, он получает отсрочку до окончания колледжа. После окончания колледжа, даже если он продолжит обучение в институте, то он подлежит призыву. Если человек получает высшее образование после 11 классов, то ему дается отсрочка на бакалавриат. Если в тот же год он поступает на магистратуру, дается отсрочка далее, вторая на магистратуру. Если он поступает после этого в аспирантуру, дается третья отсрочка на аспирантуру и написание защиты, соответственно, аспиранская работа. Это уже 28 лет. Не у всех получается. Обычно получается 26 лет, и 2-3 месяца не хватает. У нас есть такие случаи, когда мы вынуждены были решением комиссии выдавать справку взамен военного билета. Причем это решение принимает не единолично военный комиссариат, а принимает призывная комиссия Дмитровского городского округа, куда входит глава, либо его заместитель, представитель МВД, представитель военного комиссариата, образование и трудоустройство. Это основная группа. Далее отсрочки по состоянию здоровья, отсрочки по уходу за родителями, инвалидами, если оформлена опека и нет других лиц в семье, которые могут осуществлять опеку. Оформлена отсрочка лицам мужского пола, воспитывающим одни детей в возрасте до 3 лет. Основные священнослужащим отсрочка. Опять же отсрочка, я говорил, IT специалистам. На сегодня это основные виды отсрочки. Понятно. Хорошо. Еще вопрос такой. А сколько ребят у нас в этом году поступило в военное училище? Планировались 27 человек. Поехали поступать 23. Выписка пока пришло на пятерых. Но они идут еще в выписке, потому что они присягу должны принять. Вот сентябрь год учебный начинается, они принимают присягу и их зачисляют уже на котловой довольствии. С присвоением первого воинского звания рядовой. Понятно. Ну, то есть, не все, да? Пока еще неизвестно. А какие военные училища они выбрали? Академия Петра Великого, дальше военно-медицинская академия в Санкт-Петербурге, вот основные Москва, Мосвоку, вот то, что наиболее часто. Хорошо. Михаил Александрович, есть звонок, давайте на него ответим. Слушаем вас, говорите. Добрый вечер. Михаил Алексеевич, скажите, пожалуйста, такой вопрос. Муж, как бы, да, уже нет резервного возраста, проживает в городе Дмитров, по регистрации был утерян военный билет, и мы обратились в наш Дмитровский военкомат с просьбой, ну, восстановить его, с запросом в его родной город, в Газонск. То есть, прошел уже месяц, никаких результатов нет. Вообще, можно узнать, в течение какого срока все это решается, и как нам скоро ждать, ну, запрос именно по нашему вопросу, потому что муж просто не может устроиться на работу. Хотя он вообще снят с учета, и он не служил по состоянию второго. Отвечу на ваш вопрос, то, что касается утери документов воинского учета. Если до момента утери документов воинского учета вы проживали в нескольких городах, то согласно вашего паспорта, где была у вас прописка, регистрация, где паспорт выдан был, то по всем этим адресам военным комиссариатам направляется запрос. Соответственно, пока ответы на наши запросы не придут, потому что нам надо выяснить, какая военная учетная специальность была у вашего супруга до этого, по состоянию здоровья, как вы говорите, какое было. Потому что нам для того, чтобы... Нас этот вопрос проверяет прокуратура военная. И мы должны им предоставить все эти отчетные документы, на основании чего мы сделали ту или иную запись в военный билет. Я вас попрошу, вы оставьте, пожалуйста, свой номер телефона оператору, я вам перезвоню, узнаю фамилию, имя, отчество, и недалеко по завтрашнему дню я вам сообщу информацию лично, персонально, именно по вашему супругу, где документы находятся сейчас, когда был направлен запрос по нему, пришел, не пришел, и можно ли приходить, оформлять военный билет. Понятно. Михаил Алексеевич, но еще такой вопрос. У вас в настоящее время какие проблемы есть в отделе? Не в отделе, у нас раньше был отдел. Да, теперь в военной консерятии. Проблемы все те же, но основная проблема это кадровый состав, к сожалению, как бы все течет, все меняется, люди... Довольствия не прибавляется, да? Зато очень интересная работа в хорошем коллективе, коллектив замечательный, вот приглашаю всех желающих, приходите на работу в военный комиссариат, вам понравится работа. Ну да, зарплата небольшая, но стабильная, социальные льготы, как говорят, и все прочее. Второй момент, это вот все-таки с обеспеченностью военного комиссариата, но эти вопросы решаются, причем решаются позитивно, может не так быстро, как бы нам хотелось, что касаемо, допустим, того же ремонта, вот притча уязыца, как бы крышу нам перекрыли, ну и так по мелочи там идет, но как бы с главой Дмитровского городского угруга Илью Игоревичем, мы на постоянной связи, он каждую неделю как бы просит мне, ну, мы с ним согласовываем вопросы, именно, что касаемо ремонта, сметы составлены, но это вопрос не быстрый, скажем так, вот кто занимался закупками, тот понимает, что там мало того, что, во-первых, надо финансы найти, потом составить сметы, потом конкурсные, это все конкурсные процедуры, согласование, вопрос не быстрый, но вопрос идет там. А финансирование откуда должно осуществляться? Здание комиссариата принадлежит городу на сегодня, и оно в аренде, в аренде. Почему не странно? Когда я пришел шесть лет назад, на военный комиссариат вообще не стоял нигде на учете, была передана земля под комиссариатом решением Совета депутатов Дмитровского района еще в то время, и, собственно говоря, началось оформление здания в собственность шесть лет назад. Этот процесс занял три с половиной года, но, слава Богу, как бы все решилось, и на сегодня здание принадлежит Дмитровскому городскому округу, и находится как бы в аренде, Министерство обороны арендует. Ну, а Министерство обороны, конечно, не имеет права финансировать какие-то работы. Так как это, да, находится на балансе, именно. Понятно. Ну, а вот соседство, соседнее помещение, здание, воинской части положено, предложить Министерство обороны. Как раз вот город-то просил отдать эти помещения, и, может быть, что-то там было, но, как говорится, ну, не могу ответить. То есть, вам неизвестно ничего? Нет, по этому вопросу я ответить не могу, потому что мы не сопровождаем соседнюю территорию, я могу только вот за свою территорию отчитаться. Понятно. Михаил Васильевич, ну, на ваш взгляд, какие вопросы мы не осветили касаемо деятельности вашего военного комиссариата? Может быть, какие-то... сообщения? Ну, хочу сказать, что по любому вопросу вы можете обращаться в военный комиссариат, то, что касается Министерства обороны, мы поможем, окажем содействие. И все желающие заключить контракт, я назову номер телефона, по которому вы можете позвонить. Первый телефон дежурного 8 495 993 81 47 и второй телефон человека, который непосредственно занимается оформлением на контракт 8 495 993 96 46 Еще раз, есть смысл напомнить адрес, какие сроки, нет, какие сроки заключения контрактов, какой возрастной ценз есть и какие специальности вам, в первую очередь, нужны? Контракт могут заключить граждане, если с Министерством обороны прапорщики солдат с сержантом в возрасте до 60 лет, младшие офицеры в возрасте до 40 лет и старшие офицеры в возрасте до 50 лет. Если заключать контракт с частной военной компанией, там не имеет значения ни возраст, ни состояние здоровья. При заключении контракта, если даже вы были ограниченно годны, то определяется фактическое состояние здоровья. Если вы можете выполнять боевые задачи, значит, с вами контракт заключен. Значит, оплаты контракт до 6 месяцев, если это под патронажем губернатора Московской области, подъемные 200 тысяч, это именно губернатор выплачивает, плюс, соответственно, подъемные при заключении первого контракта и просто подъемные. Ну и, соответственно, при выполнении боевых задач, согласно штатно-должностной категории, которой вы занимаетесь, занимаете и выполняемых задач. Контракт на 3, при этом при 6-месячном контракте 2 месяца проводится боевое слаживание, боевое слаживание проводится в Мулино. При заключении контракта на 3 месяца, соответственно, 2 недели проводится боевое слаживание, после этого выполняются боевые задачи. всем участникам, заключившим контракт именно с Министерством обороны на 3 месяца и на 6 месяцев, звание участника боевых действий, плюс все положенные льготы, выплаты, поступления детей вне конкурса на бюджет в любое учебное заведение. Для этого военный комиссариат выдает специальную справку установленного образа, и это вполне законно. Кроме того, те, кто идут сегодня на контракт, большинство предприятий оставляет место за ними работы. Сохраняет. И даже более того, есть предприятия, которые оставляют за людьми, которые уходят в зону выполнения контракта, оставляют даже среднюю заработную плату. Выплачивают среднюю зарплату на время заключения контракта. Даже такое есть. Понятно. Михаил Алексеевич, достаточно много полезной информации. Какие пожелания на прощание будут? Пожелания, чтобы все закончилось быстрее побыстрее и хорошо, и чтобы у нас не было больше погибших в зоне ответственности военного комиссариата. Ну и хорошо встретить Новый год получается. Ну и не забывайте тем, кто положен служить в армии, что 1 октября стартует осенний призыв и прийти в военкомат выполнить свой гражданский долг. Не надо бояться, никто вас без вашего согласия в боевую точку не отправит. Это запрещено. И вот опять же возвращаясь к парню, который погиб у нас, я хочу сказать, что сняли людей с очень большими звездами в связи с этим. Во всяком случае командование западного военного округа поменялось. Ну так, есть уже это в принципе в интернете можно прочитать, но тем не менее, никого не считая ни чинов ни званий, как бы сейчас до сих пор идет проверка прокуратуры всех законностей действий. И если вдруг родителей касается, если ваш ребенок не захочет заключить контракт в месте прохождения военной службы по призыву, никто его никуда не отправит. Родители вас предупреждают на всякий случай. Ну что ж, с этой полезной информацией мы завершаем наш сегодняшний эфир. Я напоминаю, что в гостях у нас сегодня был военный комиссар по Дмитриевскому городскому округу, городскому округу, на Италовскому городскому округу Михаил Алексеевич Фотин. Я благодарю вас, уважаемые предвидители и вас, Михаил Алексеевич, за участие в прямом эфире. На сегодня все, до свидания, до новых встреч. До свидания, всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok